Добрый день, уважаемые коллеги. Зовут Иерпелев Алексей Владимирович. Скажем, 19-го года я являюсь участником данной конференции, но уже не в роли самого студента, а уже в роли преподавателя колледжа СПО, в частности. И данная тема докладом будет немножко иметь двоякий смысл. Например, тема называется использование СПО в учебном разводке учебных моделей, также системы определения обеспечения объектов различных типов. В частности, автор самого данного проекта, Анастасия Медведева, если удастся до нее дозвониться, она сможет уже ответить про данную модель, как она разрабатывалась в плане ее и также остальное. В частности, я начну введение и также заключительную часть. Ну, вот, например, самовведение. Все мы знаем то, что иногда студенческое обучение, начинание юридическое обучение, не всегда соответствует тем требованиям, которые предъявляет, допустим, компания. Ну, например, за свое время работы в колледже, практически уже третий год работы, когда у нас была конференция дистанционная, как бы и не смогли бы, я не смог на ней присутствовать и, следовательно, там что-либо проговорить про данную тему. То студенты обучаются на направлении, допустим, колледжа, это информационная система по отраслям, но уже нынешней ситуации это информационная система и программирование. И те знания, которые мы им даем, ну, обширные, начиная уже с второго курса, появляются профильные дисциплины и прочее, иногда не соответствуют. Например, после окончания обучения в колледже у меня два студента пошли работать в компании Tilda. Знаете данную компанию, которая разрабатывает, допустим, ну, назовем КМС, которая использует другие компании для своих сайтов и других систем. Пошли работать в виде, ну, скажем так, веб-разработчиков, а точнее фуллстекеры. И, следовательно, те знания мы даем, ну, на скидку, иногда являются не теми требованиями, которые предъявляет компания. То есть, да, конечно, в колледже есть веб-разработка, в частности, дается на это целый семестр. Но целый семестр — это что у нас? Это, в частности, 12 лекций, 12 практик и попытаемся что-либо дать в качестве веба. Довольно-таки является очень весомая проблема. Следовательно, меняем некоторый подход в этом использовании, как можно обучить студента. В частности, используя свой подход к этому. То, что веб дается все-таки не в один семестр, а немного даем больше, примерно до одного года, так, чтобы они изучили не только как устроены сайты, но и прочие другие технологии. Также JS, также PVE и так далее, progressive application. То есть, следовательно, в чем же суть? Когда мы уже говорим с вами не про исплошное образование, а, допустим, к образованию уже университета, то, в частности, тоже, которому дают знания. Например, в РГСО как сделано? Что образование дается, в частности, на половину очную, другая ее дистанционная часть. То есть, это уходит все не дистант. А мы знаем, что студенты некоторые являются, ну, скажем так, не очень, то любивые. То есть, то, что дается на дистант, на самостоятельное обучение, это игнорируется. В частности, пытаемся сделать так, чтобы студенты интересовались тем, что можно сделать. То есть, это проявить, точнее, не то, чтобы они освоили компетенции, как мы говорили, точнее, я ранее говорил, три года назад, что мы даем компетенции, они их, скажем так, обуздать попытаются и так далее. То есть, следовательно, мы должны сделать такой подход, чтобы студенты интересовались сферой. И, следовательно, так, чтобы уже работали, изучали новое. В частности, это происходит у нас, допустим, на кружках. Как раз то, что Владимир Иванович ведет кружок роботехники, то, что студенты приходят, интересуются той или иной деятельностью, ну и, следовательно, появляется у них интерес к данной профессии. Ну и впоследствии получают знания хорошие, самостоятельно дополнительно изучают и идут уже работать в хорошие, допустим, IT-компании. Так вот, следовательно, что же мы даем на кружках? Ну, в частности, это роботехника, то есть работа на микроконтроллере Ардуино, микрокомпьютер Raspberry Pi, Orange Pi и прочие другие элементы. То есть, следовательно, получают, скажем так, обычные базовые понятия о том, что как это устроено, но на кружках получают уже более другие знания, более интересные, скажем так, и которые уже им в любом случае понадобятся. То есть, следовательно, из какой-то одной части смогут сделать прочие другие элементы, ну, понятно, что это созидание тех или иных элементов. Так вот, следовательно, что же даем на кружках, в частности, и прочих других, скажем так, дополнительных заданий? Ну, в частности, они обучаются в области программно-аппаратных средств. То есть, следовательно, пытаются сделать какие-либо проекты более интересными. Ну, используем сенсоры, как мы можем наблюдать, датчики, платформы разные. Ну, и также еще и не забываем про российскую платформу ИСКО-ДЖС. Тоже является в некотором случае популярным решением для того, чтобы начать работать в данной скантакт-сфере. Ну, и другие устройства. Индикации, сигнализации, исполнительные устройства, ну и прочее другое. Так, удалось подключить человека? Ну, вроде пока звонок висит, молчит. Я не слышу, что там говорилось. Сейчас я начинаю, да? Да, начинайте. Мы на четвертом слайде. Да, да, да. Все, спасибо. Так, вы можете видеть на слайде перечень документов, по которым оформлялась документация по макетам, которые описаны в данной презентации. Можно следующий слайд? На этапе проектирования возникает самая основная проблема, что просто включить все необходимые устройства и просто получить с них какие-то данные, этого недостаточно для получения функционального устройства. Соответственно, нам нужно, чтобы все наши сенсоры и все исполнительные устройства работали слаженно в составе нашей аппаратуры. И также, конечно же, этот проект должен интересовать зрителей и интересовать самого студента, который им занимается. Следующий слайд. В данном докладе представлены системы пеленгации объектов. То есть у них есть задача слежения за либо источником излучения, либо за объектом, при этом поворачиваясь по азимуту. Также будет еще проект с поворотом по тенгажу. И датчик у нас отслеживает расстояние до источника излучения и передает эту информацию на компьютер. Следующий слайд. Первая модель представленная. Она выполняет функцию определения уголов места положения объекта и по азимуту у нас на него наводится. По программной части здесь используется фотоэлектрический сенсовный блок. Дальномеры инфракрасные, ультразвуковые. И это система управления макетом летательного аппарата с автоматическим наведением на объект, который у нас является источником света. Данная модель проектировалась сначала в электронной среде разработки. Дальше, когда конструкция была уже физическая, решались практические проблемы. Надо было обрабатывать шум получаемой с измерителей дистанции, для чего применялось экранирование проводников измерительного тракта. И в программе использовалась двухэтапная сферовая фильтрация. В итоге этих действий была снижена ошибка, и макет доказал свою работоспособность. Следующий слайд. Здесь другой макет летательного аппарата, только на ультразвуковых длинномерах, которые вы можете увидеть под крыльями самолета. И данная модель следит за объектом. Следующий слайд. Вот эта система, которая следит за подвижными объектами, то есть это может быть любое двигающееся существо или что-то неживое, которое предназначено для игры с бетонцами в первую очередь. Здесь у нас двигательная система на двух сервомоторах. Один двигается по азимуту, другой по тумагажу. И на коромысле, расположенном в верхней части устройства, расположены два дальномера, которые осуществляют пеленгацию объекта и поворачивают систему, учитывая данные, которые они получают. То есть при приближении объекта на определенное расстояние данный объект у нас поворачивается, и в центре у нас находится лазерная указка, которая поворачивается у нас вместе с верхней частью корпуса, то есть вместе с дальномерами. В ходе разработки нужно было учесть много разных погрешностей для дальномеров и также разработать систему движения, при которой у нас будет лазер и дальномер отворачиваться не рывками, а более плавно. Также необходимо было отворачивать лазер на достаточно большое расстояние, чтобы пользователь, наше животное, могло за ним побежать, а не просто крутиваясь вокруг себя на месте. Можно переходить на следующий слайд. Можно подытожить работу с данными проектами тем, что основными проблемами при создавании устройств, которые занимаются пеленгацией, является именно неустойчивая работа измерителей дистанции, которые нужно обязательно обрабатывать программно, и внедрять изменения в программную часть проекта. И на слайде вы можете видеть разные пути решения этой проблемы. В итоге ошибка измерений была снижена, и количество выбросов было уменьшено. Можно переходить на следующий слайд. В результате чего студенты получили навыки работы, разработки аппаратно-программных средств. И, в общем, дошли от идеи до полностью рабочего проекта и составили документацию по проведенной работе. Следующий слайд. Передаю слово другому докладчику. Так вот, это, что у нас делают студенты, в частности, это заочная форма обучения, бакалавриат. Как мы видим, довольно-таки проекты являются интересными, но для начала имеют, скажем так, определенный уровень заинтересованности всех или иных студентов данной работы. Так вот, это вот самих результатов, то, что студенты осваивают компетенции. Но, в частности, когда уже я рассказывал предыдущие доклады, той давности, у слушателей также был вопрос, а зачем давать студентам какие-либо компетенции, если мы все-таки должны давать знания, которые будут требовательны компаниям. Так вот, в частности, пока пропустим данный вариант, то, что компетенции, пока на них не будем обращать внимания. В частности, студенты работают. Но в чем же тогда у нас является СПО, также является свободное право обеспечение? В частности, студенты, ну, скажем так, не являются привязаны к какому-либо, скажем так, коммерческому продукту. Ну, например, касаемо, если легко идти не надо, мы знаем то, что мы сейчас живем в условиях определенных санкций, также ограничений. У нас имеются, скажем так, свои собственные продукты, например, Alt Linux. Ну, скажем так, если мы говорим, допустим, про колледж RGSU, где я работаю, в частности, там уже используется у нас исключительно, ну, есть, конечно, аудитории из Windows 7, но большинство аудиторий использует именно Alt Linux. И мы пытаемся каким-то образом сказать с точки зрения, что учитесь работать на Alt Linux или каких-либо других дистрибутивах в Linux, так, чтобы вы уже умели работать. Но, когда они начинают работать, они такие думают, а как бы, что это такое? Это что, клон Windows и так далее? То есть они не готовы работать с операционной системой Linux. Но, в частности, это у нас там первый-вторый курс, когда у них появляется информатика. Ну, и если вы также заключаете там далее, они работают уже на LibreOffice, обучаются работать на OpenOffice, ну, и так далее. То, что познавать, что есть что-то другое, а не исключительно данное ПО. Ну, и так далее. Ну, и в частности, также небольшая такая ремарочка до конца, уже остается 5 секунд, говоря уже про открытое ПО. Например, и открытое ПО тоже иногда бывает исключительным. Ну, например, у нас доклад будет на следующий день, то есть завтра будет докладчик. Соответственно, тема — это использование Qt, в частности, как расплатформная разработка. Как мы знаем, компания, которая разрабатывает Qt, Qt Foundation, наложила тоже санкции на RF. А мы знаем, что Qt есть две версии, это open-source проект и также коммерческий проект, что является, ну, скажем так, ограничением для работы с open-source. То есть вы не можете скачать без использования PN открытый проект Qt. Ну, это уже узнаем, что сказал докладчик, уже у нас завтра в данной теме. Большое спасибо за внимание, готов ответить на ваши вопросы. Ну, и, естественно, также автор данного проекта, студент Кааси Медведева. Да, можно спросить по поводу надежности? У вас был слайд по поводу надежности. И мне кажется, что, как минимум, надежностью было бы хорошо определять координаты самого объекта, который ищет, не только на куда он наводится, но и сам объект, там, не знаю, по GPS координатам или как-то еще. Вы это рассматривали? Ну, на данный вопрос ответит Владимир Владимирович Симонов, в политике данного проекта. Уважаемые коллеги, спасибо за вопрос. Значит, этот проект, он начального уровня, и этого задача именно научить программированию работы вот с датчиками, с сенсорами, работы с шумами, потому что в реальных системах шумы такие, вот, на заметиле тоже, вот, самолет летать на парад, да, у него под крыльями там два дальномера. Мы экспериментировали и с ультразвуковыми, и с инфракрасными. Для одних объектов одно, другое. И вот, когда вот готовые работы уже отлажены, там, двойная фильтрация, там, средняя, там, медианная фильтрация, то, ой, а что тут было делать, все, как бы работать. Но вот, когда приступаешь, это, знаете, бездонный колодец. Так же бездонный колодец. Идут, и вот сбиваются, сбиваются. И вот приходится такое много-много. Давайте следующий вопрос. Время ограничиваем, да. Мы никуда не уходим, мы все здесь. То, что вы сказали, это вот. Да, вот можно скорее вот к другому человеку, который сейчас выступал про то, что знания нужно направлять больше на компанию, что знания более абстрактные в УЗИ дают, но вот кажется, что не придем ли мы к тому, что будут студенты с очень специализированными знаниями под конкретную компанию? Ну, так оно и есть, то, что будет узкая специальность именно у студентов. Поэтому вот тут именно меняются подходы к обучению. То есть, если нам гласит в ГОС, то, что мы должны, допустим, давать веб-разработку семестр всего лишь, где они ничего такого не смогут понять, мы можем немножко, скажем так, не полностью уйти от ГОСа, а нести маленькие коллективы именно на плане обучения. То есть, так, чтобы не нарушать законодательство. Даем немного больше того, потому что сейчас являются тенденцией. Точно так же, например, десктоп-разработка. Есть когда-то, что у нас в ГОСе, ну, не то, что в ГОСе, а в других еще, скажем так, что C++ должны изучать, по началу язык C, что он дается у нас в вузах, то все-таки должны делать не то, что только один язык, а объемом, конечно, где уже студентцы могут выбирать, что им будет нужно в дальнейшем для работы в других компаниях. У нас завтра круглый стол, сегодня, господи, сегодня круглый стол, в завершении нашей как раз вот сегодняшнего дня, поэтому приглашаем. Тема СПО и высшей школы, прям вот я смотрю, уже туда уходит, поэтому микрофончик прошу забрать, давайте до вечера, целый час будет для обсуждения вопросов, связанных с open source в СПО и высшей школе.